Хорошо. Я высловожу три буквы. Это будет достаточно для всех слушателей. Первая буква П. Вторая буква В. Третья буква А. Если соединить ПВА. Я благословляю вас с ПВОЙ. ПВА. Объясни, пожалуйста. И после ПВА вы получите тоже три слова, три буквы. Это ПМР. После ПМР вы получите ППП. И тогда все будет хорошо. Я принимаю, но хотелось бы понять. Первое. Три буквы ПВА. Что это значит? ПВА. ПВА это не клей. Есть ПВА клей, да? Есть такой клей. Да. И каждый раз, когда вы увидите этот клей ПВА, это будет напоминание вам. П. Что означает? Это присутствие. Там, где присутствие Божие, второе В. Это влияние Бога. Присутствие Бога. Влияние Бога. И там, где влияние, да? И там атмосфера меняется. Поэтому А. Атмосфера. П. Присутствие. В. Влияние. А. Атмосфера. Потому что каждый человек носит ПВА. То есть у каждого человека есть присутствие, влияние и атмосфера, да? Вот когда меня первый раз посетил Божий человек Андрей Петерс, он был ПВА для меня. Он вошел не от себя. Бог вошел в нем. Через него. Я почувствовал вот это присутствие Божие было, да? Потом влияние Божие было. И атмосфера Божия изменил мое сердце, да? И поэтому моя первая молитва. И пусть каждого, кто слушает и будет переживать присутствие Божие, влияние Божие и атмосферу Божию. Потому что без этого невозможно передать Бога, да? Узнать о нем, пережить его силу. И Павел говорил, мои слова не в убедительных человеческих словах, а на сила Духа Святого, да? Да? Допустим, вот возьмите кошку. Там, где кошка, там есть тоже присутствие кошки и влияние кошки. Атмосферу. Атмосферу. Это опасно для мышей. Для мышей опасно, когда кошка появляется или кот. А представьте, если лев появится. У льва тоже есть П, присутствие. У льва тоже есть влияние. У льва есть тоже атмосфера, да? Меняет атмосферу. И это очень опасно для всех зверей и животных, да? Когда лев появляется. Поэтому вот, кого вы хотите, кошку или льва, да? Это очень много чего значит. Другой пример, это рыба. Рыба в аквариуме. Там тоже присутствие рыбы, влияние рыбы, атмосфера. И дети приходят и улюбуются, смотрят там. Это хорошо, да? А представьте, если акула, океан, море, да? Вот появляется. У акулы тоже есть присутствие влияние, атмосфера. Это атмосфера страха, да? Паника. Ты не знаешь, что делать. Мы с акулой не можем играть, как рыба в аквариуме. Да, рыбкой не можем. И вот. И поэтому я желаю, чтобы каждый верующий человек имел в себе пова. Чтобы в вашем присутствии влияние неба, влияние Духа Святого. И вот атмосфера, все меняется, да? Атмосфера. Следующий это ПМР. Написано, ибо царство Божие не пище, не питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и одобрен от людей. ПМР. П. Праведность. М. Мир. Р. Радость. И пусть праведность, мир и радость активируются. И не забыть, что мы носители праведности, мира и радости, да? И когда мы служим Богу, служим Христу, вот праведности, мире, радости, это угодное служение. И Бог доволен. И люди тоже ободряются, да? И поэтому желаю, чтобы у человека был ПВА, ПМР. И последняя моя молитва это ППП. Это что значит? Правильное время, правильное место и правильный человек. Ваш успех зависит от Бога, который создает время и случай. У кого-то было правильное время, но место было неправильным. У кого-то был правильный человек, да? Но отсутствовало правильное время и правильное место. У кого-то было правильное место, но время не то и неправильный человек. А сегодня, в этом году, все стыкуются. Правильное место, правильное время и правильный человек. И тогда что-то происходит. Поэтому я молюсь, Отец Небесный, всемогущий Господь Бог, прямо сейчас, высвободи для всех, кто призовет имя Господне, всех, кто слушает, чтобы произошло ПВА, ПМР и ППП. Господь, будь прославлен. И прямо сейчас, по слову Твоему, Ты сказал, не ослебывайте, пламенейте духом, не ослебывайте усердие, пламенейте духом и Господу служите. И прямо сейчас, Господь, высвободи силу, чтобы кто-то не остановил свое призвание, свое добро. Да будет огонь в сердце, в каждом сердце, чтобы мы огненным сердцем, горящим сердцем служили Господу. Я благодарю Господа. Я прямо сейчас, если кто-то переживает давление от демонов, от всех нечистых духов, если есть у кого-то черепаха, который висит над головой, над семьями и над бизнесами, и прямо сейчас говорю, уйди, отпусти, и прямо сейчас уходи так, чтобы больше не возвращайся. Да будет прорыв, да будет умножение и ускорение. Господь сказал, в доме праведника радость и веселье. И прямо сейчас пусть атмосфера сердца, атмосфера семья, церкви и в городе изменится. Пусть радость и веселье поднимется. Покажи каждому, что каждая душа дорога для тебя, и ты любишь, и ты ценишь, и ты есть тот, кто поведет нас с поднятой головой, и ты есть тот, кто разрушает всякие ермо, ты есть тот, кто дарует победу и прорыв во всех сферах, и прямо сейчас всякие болезни и всякие опухоли, которые появились в грудных клетках и в других частях тела, и всякий дух рака, уйди, отпусти. И все болезни, и все проблемы, и все проклятия отныне не имеете права жить в этом святом теле, как квартиранты. Выйдите из этой квартиры, и вот этот дух немощи, дух печали, вы увольняетесь с работы навсегда. Пусть! И дух радости, да, наполнит. И пусть отныне ваш сон будет приятный. Я вижу мокрую подушку от ваших слез. И вы выполнили план на 120%. И он забирает эту мокрую подушку от ваших слез. Он дает новую подушку, которая сделана из облака, мягкая, чтобы ваш сон был приятный. И прямо сейчас всякие панические атаки. Прочь! Уйди и больше не возвращайся. Пауки, которые на голове людей сжимают и делают замыкание. Я вижу голову и пауков, которые делали замыкание и лампочки сгоревшие. И прямо сейчас проводы нервной системы правильно подсоединяются, путаница уходит и свет в голове. Обновление разума. Он сейчас одевает золотую корону на вашу голову, чтобы был порядок и устройство. И он говорит, перестань винить себя, осуждать себя. Он говорит, я простил тебя. Он говорит, ты чистый. Он говорит, я доволен тобой. Он принял ваше покаяние. Он увидел ваше смирение. Он говорит, ты так хорошо смирился. И больше некуда. И говорит, встань, мой сын. И он кому-то говорит, вернись домой. Вернись домой. Папа дома. И папа ждет тебя. У кого-то будет восстановление, соотношение с родителями. И он говорит, цени твою папу и маму. Они за себя ответят. Они плохие или хорошие. Это не твое дело. Твое дело почтить и любить. Господь, спасибо, что ты восстанавливаешь семью. И обращаешь сердце отцов к детям. И сердце детей к родителям. И всякие барьеры, которые были между мужем и женой, между родителями и между другами. Вот эта черная пелена, вот эта стена, холодная стена, которая состоит из льдов. Да будет дождь благословения для каждого. Отец, спасибо, что ты приготовил трапезу. О, Рашин, Береклора, Хасанда. Наполнись собою. И сегодня последний день твоей печали. И сегодня последний день твоего сражения. Последний день твоего страха. Потоп, который ты пережил, больше не повторится. О, он с тобой. Ты человек завета. То, что он обещал, в силе. Он говорит, не бойся. Не бойся следовать. Не бойся поклоняться. Он поднимает тебя на новый уровень жизни. Прорыв. Прорыв, который ждал 10 лет уже у порога твоего дома. Он говорит, открывай, как рода, двери для благословения. Отец, будь прославлен. Будь прославлен. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Слава Господу.